Домашние печенья, кексы, пирожные пирожки, картины и браслеты – все это своими руками сделали ученики Одинцовской лингвистической гимназии, чтобы на вырученные деньги от продажи своих поделок купить Илье Максимову очень дорогую ортопедическую обувь. Мы начали такую акцию в прошлом году. Вначале она шла в рамках проекта «Моя дочери, Тычкова Елизаветы». Она делала проект на тему проблемы детей-инвалидов России. И, соответственно, мы взяли шефство над одним из мальчиков из коррекционной школы «Надежда», которая находится в Одинцово. Начали ему помогать, потому что у мальчика есть проблемы определенные. Соответственно, ему нужна и дорогостоящая обувь специальная коррекционная, ну и сама семья тоже малообеспеченная. Поэтому наша помощь пришлась очень им кстати. Дети и родители очень быстро раскупили все, что приготовили участники акции. За несколько часов было собрано 47 680 рублей, которые будут переданы семье мальчикам. Такие акции проходят в школе уже не первый раз. Инициативу Елизаветы Тычковой и ее семьи поддержала вся гимназия. Такие акции благотворительные стали уже очень доброй традицией в нашей гимназии. И мы ежегодно проводим акции в поддержку детей с ограниченными возможностями. Вы знаете, мне очень приятно об этом говорить. Ну, во-первых, это, конечно же, благое дело. Но еще, вдобавок ко всему, меня очень радует, что это мероприятие объединяет не только учителей и детей, но и родителей, которые очень большую роль играют во всем мероприятии, в организации этого процесса. И самое главное, что совместно с педагогами помогают воспитывать детей в правильном русле. Ну и, конечно же, много позитивных эмоций, творчества и так далее. Это все действительно очень хорошо сказывается на воспитании будущего поколения. Благотворительные ярмарки воспитывают в детях чувство сострадания, сопереживания и осознания того, что каждый из нас может помочь другому человеку в трудную минуту, независимо от возраста. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.